Всем доброго времени суток. Мы на улице, дышим воздухом. Воздух очень тяжелый, жаркий, тяжело дышать. Аня рассмешила меня. Идет такая, а я в ней, вот когда она так говорит, я всегда вижу Виолетту. Она идет такая, ой, дышать не могу. И она меня тупо напомнила Виолетту. Не знаю чем, но иногда Виолетта просто говорит такие фразы. Поэтому рассмешила ты меня этим. Сейчас, секунду. Я вам решила при сети дня показать. Так, Настяный волос. Еще раз. Ой, а что они такие тут сетые на видео? А это как раз, как, кстати, я же говорю, от седины. Сейчас не так видно. Где-то не прокрасили. Вживую видно не так, как на камеру. Да, и дома, в комнате. Оно не так. Сейчас я вышла на улицу, посмотрела в камеру. Ничего, так симпатичненько вылетает. А так, не знаю. Господи, выглядит. Очки. Что я хотела сказать, ребята, кстати, по поводу этого. Вот где-то полчаса назад выставили видео, и я уже увидела таких много приятных, милых комментариев. Девушки, спасибо вам большое, что вы пишете, и мне очень-очень приятно. Там написали насчет, ну, покраски волос. Ой, Настя, куда ты пишешь? Что? Написали насчет покраски волос, что реально цвет неплохой. Получился необычный. Да, это шикарно. Тебе очень идет, очень красиво. Но, пожалуйста, не обесценивайте меня. Это сделала я. Да, в этот раз Аня лучше прокрасила. Я не знаю, тогда мы с красками. Это, кстати, одна краска. Я не знаю, вот, девочки, как вы думаете, мне через пару дней краситься, или, может, пройдет неделя? Нет, наверное, надо, чтобы прошло много времени. Ну, да. Волосы и так уже никакие. Я покрасила, мы не могли вообще расчесать. Это была просто проблема. Тем более у меня вьющиеся волосы, как бы, да, чтобы их выровнять. Честно, было вообще очень сложно их расчесать. Я в шоке просто. Расчесать было тяжело. Это надо было, кстати, снимать. Мы сняли. Это ужас. Тяжело. Дышать нечем, скажи. Да, перекрыли дыхание и ночью обещают, что... Жаркий. Не то, что теплый, а жаркий воздух. Да, такой жаркий воздух. У нас 29 градусов, ребята. Пишите, сколько градусов у вас в городе. В целом я не понимаю немцев. Жить сейчас в такую жару и не поставить себе кондиционер, не покупать хорошую себе мебель, дома хорошие, квартиры. Настя, ну, все-таки сказали, что... Кондиционер, не знаю, не знаю, что. У некоторых немцев он есть. А, ну, понятно, как обычно. Развеяли, наверное. А пусть живут как хотят. Я тебя умоляю. Нет. Любая наша ссора должна закончиться тем, что Анастасия в истериках. Ну, вообще не смешно, да? Опять я. Настя, если с тобой живет абьюзер, подмигни. Тебе уже писала, Юля. Я подмигнула. Чего ты такая впечатлительная? Ну, а что ты начала на меня орать вот это? А ты типа на меня не кричишь. Аня. Вот я самая плохая. Конечно. Ну, ты ж тоже на меня кричала. Ну, так а что я плохого сделала, блядь, в этом магазине? Что ты плохого сделала? Ну, реально до сих пор не пишет. Хорошо, а я сейчас просто при всех говорю. Мы можем показывать на камеру, что произошло или нет? Если так дальше пойдет, я не знаю, как с тобой живаться. А, я знаю одно. Нет, надо просто бюджет делить, и вот и все. Делить бюджет? Скидываться на определенные. Да, наверное, так. Извини меня, у меня 12 числа с карточки спишут 128 евро. Здрасте, а у меня не спишут? А у меня не спишут за свет и так далее? У меня тоже спишут сейчас за нашу общую эту квартиру. Вопрос. Сейчас нам будут писать. Настя, может, не хочет сниматься сейчас. Ты против, чтобы я тебя снимала? Ну, просто пишут. Снимай мне все равно, Господи. Я просто... Я уже успокоилась. Знаете, сколько я наплакалась когда-то? Ой, давай не будем. Просто ты реально Аня. Пошла я, короче, ребята, я сейчас вам расскажу, в чем суть. И я хочу, чтобы Аня выводы сделала. Ну, типа, я ничего плохого. Опять Аня сделала выводы. Нет, ну, просто, чтобы люди поняли, что я ничего плохого не сделала. Короче, пошли, мы же... Я вам говорила, что пойду, буду скупляться на борщ, постный борщ. Буряка не было. Был вареный буряк, он разваренный. В то время Аня была на улице. Она сказала, блин, мне плохо. И я хотела покурить. Буряка была, я не хотела вообще заходить. Да, она не хотела идти, и было тяжело. Она постояла и покурила. Я сказала, окей, сейчас избегаю, тем более, что там брать, типа, быстренько. Постой и подожди меня. Я сходила в магазин, поняла, что мне этот буряк не подходит. Цены поднялись немножко. И буряк вообще реально разваренный. Разваренный. Да, разваренный. Телефон я не взяла, и позвонить я не могла. Разваренный. Разваренный. На зарядке был, ну, ткани. И подумала, посчитала, зачем мне сейчас выходить на улицу, сейчас я куплю что-то другое. Ну, и решила я купить продукты на суши. В выходной день. А вот тебя умный назовет, Настя. Месяц только начался, 10 число. И знаешь, наше положение, вещей же накупили, вы видели это все у нас. В этом месяце мы уже сколько делали суши? Два раза. Потому как была акция на рыбу. Сейчас мы договаривались, начнем с того, что мы договаривались вообще диету держать и есть одни салаты. Так у нас было? Да. Ты пошла покупать продукты на бочке. Ну, вот вы просто представьте мое удивление. Она мне не позвонила, не спросила, что ты мне не позвонила, не сказала. У меня не было телефона, я телефон дома оставила, на зарядке он был. Поэтому что? Ну, это не оправдывает эту ситуацию. Ну, понятно, что я могла бы выйти тебе предложить, но я подумала, блин, сейчас тут такая будет очередь, не очередь, скоро магазин закрывать. Зачем мне выходить туда-сюда-обратно, если я решила, что будут суши? Помимо... Я решила. Аня, ну, хорошо. Давай начнем с того, но так похудения никогда не будет. Если тебе не надо худеть, то мне надо худеть. Те же самые вчера... Чипсы. Чипсы и колбаска, это с салями. И другое кое-что. Это значит нормально, да? Нет, это не нормально. Ну, если мы будем говорить за каждый день. Просто, да, в данный момент я посчитала как-то так. Но я не собираюсь в будние дни есть суши. Нет, это выходной день. Поэтому я решила, что будут суши, потому что суши, ну, чуть-чуть дороже, да, получается, чем борщ. Но борщ, он никакой бы получился. Короче, ну, не обижайся на меня, но мне кажется, что я все равно правильно села. Ты хочешь сказать, что я сейчас на тебя до видео сильно накричала, что стоит так плакать? Я что? Что, что? Я не поняла, что... Я говорю, ты считаешь, что я так сильно на тебя наорала, что сейчас надо было плакать, когда я начала снимать? Ну, ты уже чуть-чуть спокоилась. А, господи, не поняла, что ты говоришь. Что я сейчас такого сделала, что надо плакать? Да нет, при чем тут? Ну, почему ты такая? Я не знаю, ну, мнительная. Не обращайте внимания. А с меня делают тираном. Нет, все, у меня слезы прошли, это вполне нормально. Посмеяться потом. Ну, да. Но просто мне чуть-чуть в душе обидно. А мне не обидно. С одной не посоветовались. Выходит с пакетом с рыбой. Нет, в плане тоже люди там пишут. Я сейчас просто сразу наперед скажу, что Аня обьюзная тирана. Не пишите реальный бред. Нет. Просто я сама по себе такая и воспринимаю даже там, Аня, не Аня скажет, типа, близко к сердцу. Вчера вспомните, кто был на эфире, ее реакция за мусор. У меня была... Ну, только вывел, поэтому... Я надеюсь, ты не будешь обижаться на меня. В следующий раз... Что обижаться? Просто я с тобой никогда не похудею. Я тебе просто говорю, надо разъезжаться, нам и все. Что? Что? А что делать? Понятно, что это проблематично. Сумасшедшая. В смысле разъезжаться? Ты же говоришь, типа, вот, надо каждому раздельный бюджет. О, уже запомнила сразу. Нет, но я запомнила, и поэтому я говорю, типа, что вот разъедемся, и будет каждого раздельный бюджет. Смысл тогда жить вместе, если нет общего бюджета, я так скажу. Ну, выгоднее общий бюджет А канал мы как будем вести? Кому достается канал? Не знаю, пускай напишу зрителям, кому достанется канал. Настя. Почему это? Тебя все любят. Да, конечно. Кстати, ребята, сейчас приходит опять много уведомлений, там около 30 комментариев по поводу цвета Насти, по поводу цвета волос Насти. Мне самой очень приятно, что вы оценили. Ну да, вы хоть Анне труд оцените, это что она делала. Никто, кстати, не сказал, что это делала Анне. Я сказала Анне, что она молодец, умничка, и в салоне немецком я уверена, что сказали, что Аня, мы тебя берем без знания немецкого языка, приходи только. Вы, кстати, не обращайте внимания только на волосе. У меня же были желтые волосы. На улице я показала, там, ну, неправильно показывает камера, не знаю, ну, не то, что неправильно, но вы поняли, короче, не так, как оно есть на самом деле. А вот сейчас, сейчас оно, так, как оно в реальности, да, на камере сейчас, как в реальности. Ну, не знаю, день, тогда солнце. Сейчас уже немножко ушло. Аня, не обижайся. Я не обижаюсь. Я вижу по тебе, как ты обижаешься. Просто тебя рисуются. Если мы хотим по-нормальному, да, извини, может, я сейчас была неправа, но и не делают такие, какие-то, не знаю, как сказать, моменты постоянно, что я беру, вот покупаю, выбираю суши. Надо прекращать с этим, именно по выходным. У нас это глобальная причина, выходные. Николай, не похудею. Мы не позволяем себя, вот выходные, я думала, если мы начали вместе, то мы идем вместе. А здесь такое, чисто опять, ничего. А, не, ну, ты решила, подожди, мы уже договаривались, что так не будет. Ты сейчас на меня похудоришь, опять шутки, типа я говорю. Я сейчас не орала, не орала. А как мы за пиццу договаривались, что подобной ситуации не будет, будем советоваться. Кто посоветовался, аж никто. Аня, не знаю, просто тогда надо жить, я же говорю, раздельно и никаких проблем. Такая простая, ты думаешь, здесь так легко разъехаться. Здесь так легко разъехаться, да? Да. Короче, до побачения. Я не хочу вообще, ты меня бесишь. Ну, шо я значит бесить? Шо я тебя бесю? Что ты такое говоришь, разъехаться? Ты сейчас уверена в своих словах? Меня это смешит. Я не говорю конкретно, но ты же мне намеки отойдешь. А справишься ли ты сама на пособие? Ты же всегда кричишь, что одному в Германии быть сложно, легче, когда семья или когда там, ну, кто-то подгое живет. мы можем быть вместе каждый день, но отдельно жить и отдельно и раздельно и это. Я не хочу это даже слушать уже.